Практическая психология Практикующие люди, понимаем, что к нам обращаются люди, у которых панические атаки, люди, у которых есть тревожное состояние, люди, которые боятся выходить из дома, боятся жить активной жизнью, и всё в связи с тем, что им кажется, что современный мир и то происходящее в этом мире для них являются угрозой. Давайте назовём это эмоцией, которые они чаще всего испытывают. Ну, это эмоция страха, эмоция тревоги, или такое общее беспокойство, общее волнение, в общем, разное проявление страха. Да, причём страх, вроде бы, с одной стороны, мы понимаем, что это такая отрицательная эмоция, если он действительно глобально поглощает человека, да, некоторые люди, например, говорят, что ничего не могу делать, да, парализует вот этот страх, не могу сосредоточиться на повседневных делах. Всё время только и делаю, что смотрю телевизор, где сообщают какие-либо негативные новости, боюсь выйти из дома, боюсь за будущее своих детей и так далее, да. Но мы с вами прекрасно понимаем, что страх – это своего рода тактика выживания, которая, в принципе, присуща человеческому виду. Да, и у страха есть и охранительная функция, но в то же время вот то, о чём вы говорите, он может нанести вред человеку. Давайте сначала про охранительную функцию. То есть благодаря страху мы с вами так-то выживаем. Если нам страшно, мы предпринимаем, какие у нас есть тактики? Бей, беги или замри. Да, это нам так естественно говорить об этом, потому что мы с вами изучали это, да, а для некоторых людей вот сейчас это новость. Итак, бей, замри или беги. Вот реакции, основные реакции животных, так как страх – это базовые эмоции, она формируется в древних областях головного мозга, то, в общем, человек просто не успевает задуматься, и инстинкты срабатывают такие животные, инстинкты первобытных людей. Вот вы себя изучали. У вас при страхе срабатывает какая чаще всего стратегия? У меня замри. Да, у меня беги. На какой-то момент. Но как раз-таки замри очень на короткий такой момент времени, когда есть время подумать. В общем, мы тем и отличаемся от животных, да, тем, что у нас есть возможность включить мыслящий мозг, да, и начать всё-таки соображать, да, и, ну, смотреть на угрозу с точки зрения не животного, да, а человека, и насколько она реальна, да, вот прям вот здесь и сейчас реальна ли она. И я могу анализировать. И тогда, в общем, уже начинается, наступает следующий этап работы с собственным страхом. Вот. Надо посмотреть на него, прям в глаза ему, да, смотреть. Какие есть разновидности страха? С чем мы с вами можем работать? Ну, вот мы рассмотрим классификацию биологические страхи, социальные и экзистенциальные страхи. Что касается биологических страхов, то это страх природных явлений, страх смерти, да, страх болезни, в общем, такие страхи, которые связаны со страхами витальности, ну, да, нарушения витальности, я бы так сказала, жизненности, да. Вот. Ну, и, в общем, они тоже присущи в какой-то степени и животным, да, животные боятся, там, грома, молнии, да, каких-то стихийных таких, да, и бедствий. И поэтому, в общем, человек здесь точно так же, как и животные, подвержены этим страхам. Причем в последнее время, судя по тому, что происходит в мире, да, вот эти животные или биологические страхи, они у нас очень сильно эксплуатируются. Ну, в общем, страх всегда эксплуатируется очень хорошо, мы знаем, да, что, в общем, это базовая такая эмоция, на которой вообще очень хорошо срабатываются. Манипулировать. Да, да, все манипуляции, поэтому. Мы даже знаем, что маркетинг и реклама на страхе построены, ну, не говоря уже об управлении, да, массой. Масса, да. Итак, биологическая боязнь заболеть, боязнь смерти, это, значит, относится к биологическим страхам. Ну, я думаю, что здесь нельзя вот прям так четко классифицировать. Я думаю, что в данной ситуации, вот я не знаю, какую мы ситуацию сейчас, если вот эту ситуацию обсуждать, например. Ну, например, да, ситуацию связанную с коронавирусом. Ну, например, да, например. Я бы сказала, что это такой смешанный, да, страх. Он и к социальному страху относится, и к биологическому, и в какой-то степени, и к экзистенциальному тоже, да. Это вопрос восприятия, как человек воспринимает, и насколько глубоко, да, он осмысливает, а что там, да, может случиться. Да, 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 в чём угроза, и тогда о социальной страхе, это страх изоляции, да, это страх быть беспомощным, например, да. Или что к тебе никто не придёт на помощь. К тебе никто не придёт на помощь, да. И вот это как раз такое сочетание, да, биологического страха, страха заболеть, например, и социального страха, что ко мне никто не придёт на помощь, вот он даёт… Такой эффект всенакрывающий… Да, всенакрывающий какой-то беспомощности, тревоги, беспокойства. Ну и вот вызывает такие негативные, да, эмоции, и что самое, на мой взгляд, как раз неприятное, что вот ощущение беспомощности и безысходности даёт какой-то людям, ну вот всё пропало, да, да. И начинаются у некоторых людей панические настроения, а паника всё-таки это вот, да, такая крайняя форма страха, которая, ну точно деструктивна, она не помогает, если мы говорим о страхе, что у него есть охранительная функция, да, и что, в общем, человек, если он правильно проанализировал ситуацию, а не боится только, да, человек, ну такой, да, нездоровый, да, не совсем здоровый, боятся вообще все, это нормально. Вот, но вот паника как раз – это деструктивное, да, деструктивное чувство, так сказать. То есть человек не может анализировать ситуацию. – Адекватно. – Адекватно, да. – Ему кажется, что он анализирует, да, и пытается об этом постоянно с кем-то говорить, обсуждать, выстраивать какие-то стратегии, да, но в итоге получается что-то как снежный ком. – Да, да, как снежный ком. Он смотрит по телевизору бесконечно эти передачи, он читает в интернете. И, в общем, мысль, она такая, да, все негативизируется, негативизируется, и внутри, да, у человека настолько возрастает это беспокойство, что он уже не может с ним справиться. И он начинает еще и транслировать, да, потому что страх он… – Да, сеять, потому что это очень заразная такая эмоция на самом деле. – И мы с вами в практике сейчас уже даже видим, да, когда, например, пожилое поколение, которое пережило, ну, очень много трудностей, они начинают говорить о том, что надо там делать там то-то, 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 то-то в этой ситуации, да, и видим уже вот этих тревожных подростков, которые не понимают, что происходит, ведь у них беспокоятся уже мама и папа, бабушка и дедушка, и как тогда… – У них запрос, как тогда выживать в этой ситуации, да, хотя надо просто жить, принимать эту весну, видеть рассветы и закаты, жизнь продолжается, ситуации в жизни может быть очень много разных, где вы будете испытывать этот страх, тревогу, еще что-то, да, и благодаря, может быть, вот этим ситуациям, прожитым сейчас в подростковом возрасте, да, но грамотно сопровождая родителями, прежде всего, и педагогами, мне кажется, это такой опыт, который может пригодиться тебе в жизни. – Конечно, я тут статистику читала, и я увидела, что написано, что россияне, они как будто бы меньше, да, подвержены вот страху, чем другие даже… – Нации. – Нации. – И это связывает как раз с тем, что мы пережили достаточно сложные, тяжелые периоды. – Великой Отечественной войны, одно поколение. – Да, да, и 90-е годы как раз вот наше поколение. – Когда рушилось все. – Да, да. И, в общем, мы выстояли, да, в этой ситуации, у нас есть опыт, у нас есть опыт. – На генном уровне, я бы даже сказала. – Да, на генном уровне. Мы можем справляться с ситуацией. А вот дети и подростки, у них пока этого опыта нет, и они, помимо всего прочего, мы же их оберегали очень сильно от того, чтобы… – Да, потому что у нас было же, что, children's, ребёнок в центре, да? – Да. – Как это позиция, я не помню, как она называется, но… – Да, да, да. И поэтому, конечно, дети, они, столкнувшись с нашей тревогой, да, они ведь не столько даже с информацией, может быть, вот с внешней сталкиваются, сколько с нашей тревогой, да, мы же тревожимся, взрослые, да, а у них нет защиты такой, как у нас, у них нет этого иммунитета пока, и, конечно… – И нет этого опыта. – Нет опыта, да. И они поэтому начинают беспокоиться гораздо больше, чем взрослые, и отсюда вот эти компульсивные, да… – Да, давайте мы сейчас, кстати, вот проговорим про эти компульсивные обсессивные расстройства. Дело в том, что вы их можете наблюдать, по крайней мере, я даже наблюдаю их, общаясь с подростками сейчас в школах или вне школы, когда дети начинают очень часто протирать руки салфетками, потому что мама с папой сказали, что обязательно нужно это делать. При этом они не замечают, что они это делают ежеминутно. Они начинают, например, начинают прямо агрессировать на ребёнка, который чихнул или там покашлял в их сторону, они прямо готовы его, в буквальном смысле слова, забить, там, как ты посмел на меня это сделать. И вот эти все вещи… Или, например, есть клиентские случаи, когда ребёнок не боится выйти в школу, потому что там много детей, болеющих ОРВИ. Такие истории мы сейчас в практике своей разбираем, мы с ними работаем. Вот это как раз и называется, когда ребёнок не справился с той информацией, с той тревожностью, которая есть, например, у родителей в семейной системе или, например, в окружении. И дальше возникают вот эти панические атаки, когда тело начинает реагировать на нечто подобное. Да, такое случается, и поэтому нам точно надо каким-то образом здесь ограждать, что ли, детей от этого. Не ограждать, а скорее ответственную позицию, осознанную ответственную позицию занять, потому что понятно, что есть какие-то меры гигиенической профилактики для того, чтобы действительно уберечь себя от вируса. А есть такая крайняя сторона, когда это переходит в такое уже расстройство, в тревожное расстройство. И ответственность родителей здесь, конечно, ребёнка как-то поддержать, наверное, и вселить в него уверенность и устойчивость. Всё-таки мы люди, на самом деле, здоровые достаточно все. Если нет какой-то совсем серьёзного падения иммунитета, например, где особое внимание нужно таким детям или пожилым людям, да и взрослым тоже всякое бывает. Информация-то сейчас ведь на самом деле, она достаточно такая развернутая. Что нужно делать? Она доступная. Да, что нужно делать? Смотрите, вот мне кажется, вот это надо начинать с семьи. То есть надо собраться все вместе и обсудить, что вот такая ситуация, и есть определённые меры. Один, два, три, четыре. Только давайте, ребята, будем знать вот это слово «мера». То есть это нам спасёт, например, здоровье, нервные клетки. Это поможет нам остаться как биологическому виду на земле. Но при всём при этом не забываем о том, что мы с вами люди. Потому что, конечно, страх – это животная такая эмоция. Я здесь согласна, что, да, нужно разговаривать с детьми. В общем, всё очень просто, да. Ведь не нужно провоцировать, наверное, болезнь, там, не знаю, ехать в Китай, например, ну, наверное, да, было бы неразумным сейчас. Или в те страны, где вот, да, происходят такие ситуации. Но если в Кирове, например, на сегодняшний день… Спокойная ситуация. Спокойная ситуация. Но нужно продолжать жить, жить действительно. И не забывать о том моменте, что вообще психологическое наше состояние очень сильно связано с физическим. Потому что мысль, да, она всё-таки заражает нас, да, тоже, да. Наше тело, оно с ней взаимосвязано. И поэтому чем больше мы негативных, да, каких-то мыслей автоматических производим в своей голове, наше тело на него реагирует, да, иммунитет падает. Да, почему мы говорим, что люди, находящиеся, например, в депрессивных состояниях или в состояниях, которые являются, да, там, тревожными, да, к таким ситуациям очень часто присоединяются какие-то соматические проявления. Конечно, конечно. Мы ещё называем это стрессогенными факторами, да, эту информацию. И которая, вот она когда звучит, из всех источников, да, из всех, не знаю, там, из каждого утюга, да, сейчас это звучит. Люди обсуждают. Вот такой стрессогенный фактор, который всё время человек, а он только забудется, да, вроде бы немножко начинает жить, и он снова так, да, его вот в это подтягивают, втягивают. И он всё равно переживает стресс, да, связанный вот с тревожными расстройствами. Такой на стрессовом фоне. Хорошо, если, например, это адекватный взрослый человек, который может остановить вовремя там свои мысли, да, и сказать так, ладно, я об этом подумаю тогда, когда это будет действительно там, да, необходимо. А подростки, дети, ну и старики, разумеется, тоже, да, они с трудом переключаются на что-либо более позитивное. Им приходится тратить на это больше энергии. Вот какие мы можем сейчас с вами дать рекомендации обыкновенным людям, живущим, семьями, чтобы уменьшить вот этот уровень тревожности, да, даже хотя бы на фоне ежедневного общения друг с другом? Ну вообще, опять же, да, я вернусь к этому слову осознанной позиции, потому что, не знаю, я там разделяю, да, вот сейчас людей смотрю, есть люди, которые полностью игнорируют проблему, да, как будто бы и не существует. Тоже странная, да, такая позиция, да? И она тоже связана такой, да, гражданской ответственностью, безответственностью, да, вот надо понимать, да, вот это тоже, опять же, меру, да. Есть люди, которые впадают в панику, да, которые прям всё пропало, всё пропало, я там, да, бежать, как раньше, там, в бункер взрываться, да, перед какой-нибудь угрозой. А пока бегут, думают. Да, а есть часть людей, которые, в общем, достаточно осознанно к этому подходят, в общем, ну так, здраво, да, что ли, оценивают ситуацию, и поэтому вот она, да, вот она позиция гигиеническая, там, профилактика, да. Укрепление своего собственного иммунитета. Укрепление иммунитета. То же самое и с детьми, да. Ну, давайте гулять, да, там, где-то в лесу почаще, да, чтобы действительно… Точно не сидеть в четырёх стенах. Не сидеть в четырёх стенах, и тем более перед телевизором. Я бы так, наверное, вот основную такую, да, основную… Позицию, да. Позицию, да, и вообще основную меру профилактики, да, назвала бы это поменьше, да, смотреть телевизор, вот эти средства массовой информации, которые действительно влияют, и влияют очень сильно, можно следить, там, за ситуацией, ну, один раз, да, там, не знаю, там… Промониторить? Посмотрел, промониторил, и всё, и выключил, чтобы не муссировать, да, вот это бесконечное, вот это пережёвывание, да, вот эту тему. Вот мало того, вы просто даже позамечайте, если, например, вы очень же часто в семьях мы с вами наблюдаем, что телевизор, он как бы, знаете, как фоном, да, а там то одно случилось, то второе, то третье, да, и вот, опять-таки, в практике первое, что мы делаем, это просим клиентов просто перестать в течение двух недель не смотреть телевизор, не слушать те программы, которые… Не считать те сайты, где очень много негатива, да, и уже без всевозможных других наших методик у психоэмоционального состояния человека улучшается просто, убрав токсические вот эти негативные источники информации. Да. Ну, это и есть вот психологическая гигиена. Мы тоже, мы должны следить не только о теле… Чтобы руки были чистые, да. Да, не только о теле, но и о нашем сознании, да. Мы всё-таки должны как-то, ну, тоже гигиеничить… Да, чистота мысли и информация, которая поступает к тебе. Конечно, это не из разряда, что мы сейчас призываем жить вас в неведении, ни в коем случае, да. Мы современные люди, и мы понимаем, что определённая доза информации, она нам нужна, потому что мы должны принимать правильные решения, да, мы должны чётко понимать, в каком мире мы живём и каким образом… Планировать действия. Планировать действия, свою жизнь, да. Конечно, это точно. И ещё одна из мер, да, профилактики вот такого стрессового расстройства или тревожного расстройства – это осознавание, вот что сейчас прямо происходит, да, в моей жизни, вот просто оглянуться, потому что страх и тревожное состояние, оно больше связано с будущим всем, да, да, с неопределённостью. Я не знаю, что будет завтра, да. И одно из мер профилактики – это побольше находиться в состоянии здесь, сейчас, вот прямо сейчас, да. Я вижу солнце. Да, и я не контактирую. Вокруг меня не стоят там 15 китайцев, да, чихающих на меня. Ну, где она, угроза, да. В общем, стоит реально посмотреть на реальную угрозу, потому что ведь тревога, да, она вообще не связана часто с объектом, с объектом угрозы. Его, на самом деле, вот этого объекта в нашем, ну, поле, да, в данный момент не существует. Это как вот, например, дети, боящиеся смерти, да, они на самом деле даже не осознают, что она там где-то за 30-40-50 лет от тебя, да, вот это там твое состояние, да, но они уже тревожатся по этой ситуации здесь и сейчас, при этом не замечая эту самую жизнь, да. Я тут высказывание прочитала, мне понравилось. Беспокойство – это такой мошенник, который всегда кажется очень полезным, да. То есть вот человеку кажется, что если он будет беспокоиться и будет тревожиться, что он каким-то образом себя защитит там лучше или там как-то себя обезопасит. А на самом деле на это уходит очень много энергии, да, психологической и физической даже энергии. Да, да, да. То есть вот хорошая очень рекомендация – жить здесь и сейчас в настоящее время, при этом адекватно оценивая на самом деле вот эту степень реальной угрозы. Да, да. И не откладывать жизнь на потом? Да, потому что, когда мы тревожимся в ситуации, когда мы тревожимся, мы не живём в этом сейчас, в настоящем времени, а мы уже где-то. То есть жизнь, она не проживается в данный момент, она просто… Тратится. Тратится и проходит, да, и на что мы её сейчас тратим, да. Вообще страх, у страха же ещё есть одна функция – это возможность человеку осознать, что от него зависит очень много в жизни, как бы, да. Ну вот она, вот она. Возможность. Вот она возможность. Посмотри, что ты сейчас можешь сделать для того, чтобы жить наполненно. Жить, да, наполненно, жить осознанно, делать то, что должно, то, что ты делаешь каждый день, идти к тому, к чему ты шёл, общаться со своими детьми, не через телевизор, да, потому что фон дети слышат. Если мы ещё что-то анализируем, то дети… Просто слышат что-то негативное. Да, слышат что-то негативное. Поэтому вот, уделять этому больше внимания, общению с людьми, общению с своими детьми, общению с семьёй. Не знаю, выехать действительно куда-то, да, и побыть вместе, вместо того, чтобы… Накручивать себя. Да, в этой ситуации накручивать. Обсуждать её с коллегами, с друзьями и так далее, да? При этом, на самом деле, не влияя на ситуацию никоим образом, да? Да, да. Хорошо. Давайте вот мы сейчас с вами проговорим, уже так начинали, про то, что психологическое здоровье, оно взаимосвязано с физическим здоровьем. То есть вот прямо давайте какие-нибудь конкретные рекомендации мы можем с вами дать нашим слушателям, как помочь вот в этой ситуации, которая сейчас в нашей стране, сохранить психологическое здоровье, да, при этом не уйти в какие-либо вот эти компульсивно-обсессивные расстройства и так далее. Да, да, фибические. Ну, рекомендации очень простые, как и всегда, как и везде, да? Уделять внимание себе, уделять внимание отдыху, уделять внимание методам расслабления. То есть если уж столкнулся с тревогой, да, то, или там со страхом, то точно нужно осознать, первое, это осознать, да, что со мной происходит сейчас, да, на момент. Да, почему это происходит? Проговорить с собой, быть честным. Да, что я сделала, да, сейчас такое, что у меня вот это, да, состояние усилилось. Вот. И есть очень хорошие методы расслабления, есть дыхательные техники. Я всегда с клиентами, когда с тревогой мы работаем, даю технику на осознавание собственного тела, да, здесь сейчас опорные точки, как я опираюсь, да, осознать, что сейчас, как я расположен в пространстве. Вот. Ну и дыхание, да, следить за дыханием, что если у меня участилось дыхание, то есть специальные методики. Техники, которые можно нормализовать, да? То есть такие прямо элементарные. Элементарные вещи, да. Ну и побольше, конечно, позитивной информации. Позитивной. У нас, в общем, кроме телевизора есть ещё другие источники, да, где мы можем получать позитивную информацию. Это общение с интересными людьми, да, общение с друзьями. Это книги. Но уж если столкнулись совсем, да, с такой ситуацией, ну, с которой сложно справиться, то, в конце концов, есть специалисты для этого. Но точно не затягивать, да, точно не загонять в себя в это расстройство прям так глубоко, да. Ну, почувствовали, да, лучше прийти и поговорить, выговориться. Очень помогают вот эти вещи, когда ты проговариваешь. Причём, смотрите, тут очень важный тоже какой момент, да. Проговариваешь не к коллегам по работе, которые в таком же состоянии пребывают и ещё сильнее тебе добавят этого негатива. Или не с детьми, которых ты и так-то запугал, да, они тоже не знают, что делать, уже там рюкзаки с тушёнкой собирают, да, и отправляются к бабушке в деревню, там, образно говоря, да. Вот. Вот это очень важно. А проговорить при тем, действительно, с человеком, который, да, конечно, который не скажет тебе, да ладно, забей ты на всё на это. Это специально обученные люди, которые умеют с этим, правда, работать. Да, то есть работать с этими эмоциями, страха и тревоги. Потому что это очень важно. Я опрос проводила у себя вот на страничке, да, с чем сейчас люди, ну, больше всего сталкиваются. Потому что ведь тревога заняла первое место. Да, да. И точно надо работать с этим. Вот если есть такая проблема, то просто прийти и... Вот для того, чтобы мы сегодня с вами встретились и сделали эту программу, да, я тоже... Это действительно был запрос. Запрос людей, которые пишут мне, там, да, в личной сообщении. Звонят и говорят, как быть, что делать, да, каким образом вообще все в этой ситуации ещё и не только себе помочь, но и детям, да, которые тоже растут и смотрят, как мама-то с папой на всё на это реагируют, и каким образом дальше мы все будем жить. Поэтому, итак, я правильно понимаю методы, значит... Ну, первое, сохранять спокойствие и устойчивость. Эмоциональную устойчивость. Да, эмоциональную устойчивость. Что вот это нам позволяет? Смотрите, вот элементарные вещи, как, например, чёткий режим дня, да, потому что я всегда говорю, что здоровая психика на здоровой физике, мы с вами никуда от этого не денемся. То есть если вы всегда, там, вставали в 6 утра и делали зарядку, то продолжаем вставать в 6 утра и делаем зарядку, да, лучше, чтобы вы полноценно высыпались. Вот сейчас прямо такие вещи элементарные мы с Ларисой говорим, но они базовые, понимаете, и они позволяют, да, они как бы мозгу посылают сигналы, что всё в порядке, ничего не произошло, да, мы стабильны. Мы – это тело, и мозг, и психика. И у нас есть ресурсы на то, чтобы двигаться и жить дальше. Да, согласна с вами. Физические нагрузки умеренные, гигиенические процедуры нормальные, которыми, в общем, ведь сейчас профилактика вся та же самая, которая при обычном гриппе. Ну, на самом деле, при обычном сезонном, там, урвеи, просто соблюдать, да, эти меры и продолжать жить той жизнью, которой жили. Угу. То есть убрать всё то, что может выбить, например, твоё здоровье, да, на физическом и на психологическом уровне, выбить из состояния клеи, вот такой хороший. Да, да. Что у нас говорят? Алкоголь, курение исключили, да, в общем-то, лучше следить за своим здоровьем, там, витаминчики, да, какие-то, ну, такие элементарные вещи, которые… Вот я вчера с врачом просто разговаривала, да, в общем, она подтверждает все эти вещи, что, да, все те же меры, как при обычных урвеи. И тогда, ну, мы можем быть уверены в том, что наш иммунитет справится, потому что от лично каждого человека, от иммунитета лично каждого человека зависит, будет ли что-то там, да, распространяться или не будет. То есть наша задача поддерживать, да, самого себя, своих домочадцев, да, каким-либо образом помочь, конечно же, своим родителям, которые в возрасте, да, я говорю, в очередной раз, чтобы они не сидели в четырёх стенах, чтобы чаще их выводить там куда-то на прогулки, да, чтобы, если они не могут себе позволить сейчас, например, комплекс витаминов, то тогда, значит, вы, как ответственные взрослые дети, должны помочь им, да, приобрести эти витамины, чтобы они их пропили. Побольше положительных эмоций. Помощь, да, да, да. Это тоже очень важный момент, да, потому что положительные эмоции позволяют нам с вами оставаться вот в том плюсовом состоянии, да, эмоциональном, который позволяет выжить даже в самых сложных и трудных ситуациях. Хорошо. Можем ли мы порекомендовать какую-нибудь литературу, почитать на тему страхов и тревог, если у вас это есть? Ну, вообще, хорошая книга, очень такая простая, да, вот самая такая, сейчас самый читаемый доктор Курпатов, да, ну, в общем, таблетка от страха, очень доступная, да. Для чтения, для понимания. Для чтения, для понимания, для обычных людей, да. Мне очень нравится, например, да, книга «Стресс, как внутренняя игра» Тимоти Голви. Тоже очень хорошо описана вот эта природа стресса и как мы можем с этим работать, да, и как воспринимать, да, ту или иную ситуацию. То есть очень много сейчас. Не помню сейчас. Ну, ничего страшного, да, то есть как бы, в принципе, если даже вы просто загуглите, да, литература есть, если вам действительно интересно изучить феномен вот этой страха и тревоги, как именно эмоции, да, как они влияют на нас с вами, то я думаю, что вы обязательно прочитаете и разберетесь с этим самостоятельно. Конечно, поменьше страшилок, поменьше страшных каких-то фильмов, книг, да, побольше смеха, побольше приятного легкого общения. Не забываем о том, что у нас весна на дворе, и никто нам не отменяет садово-огородные прелести. Так что всё будем копать, садить и, конечно же, взращивать. Не откладываем жизнь ни в коем случае на потом. Спасибо, Лариса, большое вам за информацию, за такую поддержку хорошую. Спасибо, что пригласили. Это была программа «Практическая психология». Сегодня мы говорили, как остаться адекватным в тревожном мире современности. Всем вам желаем любви, счастья, но и адекватности, разумеется, тоже. До свидания. До свидания.